Сейчас мы находимся в 17-й школе. Пока эта аудитория пуста, но буквально через несколько минут сюда придут школьники, которые будут сдавать государственный экзамен по математике. Столы расположены в шахматном порядке. За каждым учеником закреплено конкретное место. Также на столах расположены справочные материалы по алгебре и геометрии, где написаны основные формулы, которыми можно пользоваться на экзамене. На экзамен по математике в 17-й школе собрались почти 200 учеников из шести школ города. ОГЭ сдают девятиклассники. В этом году пройдут экзамены по четырем предметам. Два обязательных – русский и математика, и два на выбор. По словам учителей, популярным предметом по выбору остается общество знания. Проходит ОГЭ строго по правилам. Пропускают детей по паспортам. С собой допускается взять только черную гелевую ручку. На математику – еще и линейку. Экзамен по математике длится почти четыре часа, поэтому наличие воды обязательно. В коридорах находятся пять кулеров. В кабинетах стоит по 14 столов. Кабинеты оборудованы. Кабинеты приготовлены для ребят. Приготовлена доска, приготовлены черновички, пронумерованы парты. Мы встречаем детей. Организаторы в аудиториях их рассаживают. По два организатора в каждом кабинете встречают ребят. Проводят инструктаж. Практически начинается сам экзамен. На ОГЭ только несколько школ оборудованы камерами. Пока еще не везде это новшество введено. И ЕГЭ сканируется, распечатывается материал сразу в аудитории. ОГЭ пока нам приносит ополномоченный представитель ГЭК. В конвертах запечатаны так, как было раньше. За соблюдением всех правил государственного экзамена строго следит уполномоченный представитель Государственной экзаменационной комиссии Рязанской области. Аниса Дагаргуля более пяти лет становится наблюдателем и признается, на ее памяти ни одного нарушения не было. Моя главная задача в первую очередь доставить пакеты с экзаменационными материалами, которые запечатаны. Сейчас на данный момент они находятся в сейфе. То есть на момент начала экзамена они будут разданы в аудиторию. При ребятах их вскрывают, они видят целостность, что пакеты запечатаны. Ну и конечно же следить за процедурой экзамена, чтобы все было в пользу ребенка, чтобы не были нарушены права детей, чтобы была соблюдена процедура. Как и на ЕГЭ, на ОГЭ должен обязательно присутствовать общественный наблюдатель. В 17-й школе в этом году им стала Наталья Телятникова. Она прошла обучение в методическом центре на специальных курсах и получила удостоверение наблюдателя. Я выбрала из-за того, что я являюсь мамой восьмиклассницы. Моей дочери предстоит это на будущий год. Мне очень интересно посмотреть процедуру сдачи в ОГЭ, как это проходит, чтобы потом психологически настроить своего ребенка, подготовить ее, чтобы не было, может быть, каких-то трудностей и проблем. Для сдачи государственного экзамена кабинеты должны быть оборудованы по стандарту. Обязательно наличие часов и информационных стендов. Все шкафы должны быть закрыты, а кабинеты, в которых экзамен не идет, опечатаны. И хотя правила сдачи ОГЭ не такие строгие, как для ЕГЭ, все же волнение чувствуется. В этом году, по данным регионального министерства образования, в Рязанской области государственный экзамен сдают более 9 тысяч девятиклассников. Для кого-то это станет последним школьным испытанием перед учебой в колледже или училище, а для кого-то серьезная подготовка к единому госэкзамену. Его в этом году сдают более 4300 выпускников региона. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».